Удовлетворенная потребность в сохранении физического и психического здоровья – одна из главных составляющих спокойной жизни. Известные трагические истории про аварийные дома, в которых есть и пострадавшие, и погибшие. Пожары, обрушения, старая проводка, разрушенный фундамент могут стать причинами необратимых последствий. С 2002 года во всех регионах страны начали свою реализацию программы переселения людей из опасных для жизни помещений. Суркутский район в этом вопросе не стал исключением. Работа продолжается по сей день. Около 700 квартир было закуплено для нужд переселения. В 2023 году введено 90 тысяч квадратных метров – это 2,3 миллиарда рублей. На историю района такого показателя не было. Делился достижением муниципалитета за прошедший год глава Андрея Трубецкой. Однако десятки семей до сих пор вынуждены жить в опасных условиях. На сайте администрации района опубликован список сноса и расселения аварии. Юности пять, печально известные в поселке Солнечные здания, по постановлению должны были расселить к концу прошлого года. Но до сих пор обитель 26 семей – это прогнившие полы, покосившиеся стены и вечно протекающая крыша. Северная зима для жителей этого дома становится серьезным испытанием, когда на улице теплее, чем в подъезде, рассказывают местные. Эльза Шайметова знает, как живут владельцы квартир на Юности 5 сейчас, какие действия предпринимают районы, сколько еще ждать ключи от новых квадратных метров. В местах общего пользы у нас большой наклон со второго этажа, все разваливается. На той стороне вообще скоро сосед провалится. Соседка не может дверь открыть, потому что уже все садится, каждый раз подрубают. Вот так вот, стены квартир у нас, все вот так под изги в квартирах, такая же ситуация. Получается, все вот, сосед со второго этажа скоро провалится в 14-ю квартиру. Вот так и живем. Дом на Юности 5 в поселке Солнечный признали аварийным еще в 2018 году. Срок расселения, согласно данным сайта администрации района, до конца 23-го. Однако на дворе уже 2024-й, а новостей о переселении собственники квартир так и не получили. В этом доме 34 квартиры, и в октябре прошлого года расселили только 8 человек. Итого у нас осталось 26 человек. Невозможно жить. У меня есть документы, жил назор, в квартире 13-14 градусов. Мы обращались в прокуратуру, обращались в Следственный комитет с нашими претензиями, что бежит крыша, холодно, дом не соответствует. Сами видите, полы все вздутые, двери не закрываются, освещения тоже не было. Какие-то просьбы наши устранялись, но в основном все игнорировалось. В квартире Галины после нескольких заявок все-таки отремонтировали вечно протекающую крышу. Однако на деле, утверждает женщина, это был не совсем ремонт. Тоже сделали заявку, написали заявление письменно. Все, пришли они делать крышу. Что-то они там стучали, слышно мне, шебуршат, что-то делают, делают. Потом пришли, все, хозяйка не бежит, да нет, вроде перестала бежать. Подпишите, но я же не полезу проверять, что они там сделали. Потом приходит вечером муж с работы, залазить туда на крышу, и знаете, что они сделали? Они просто крышу эту заселили целлофаном, камешками, и вот куда-то вода там под наклоном сделали, что она течет не сюда, а, например, вот сюда, а тут вот вдоль. Тут видно даже вот эти потеки, где что бежало. Вот был ремонт крыши. За последние годы, рассказали жители дома, они уже дважды самостоятельно тушили пожар. Дело, по мнению собственников, в недолжном состоянии крыши. Во время дождей или таяния снега вода капает на щиток. Впоследствии происходят замыкание и возгорание. У нас произошел пожар, замкнул щит. Из-за того, что протекает крыша, на него накапала вода, и он замкнул. У нас произошел пожар, но как бы своими силами успели ликвидировать его. Но следы до сих пор остались. Также вот видно следы протечек, что крыша протекает, весь потолок мокрый. Начала уже крыша гореть. Было 6 часов утра, люди спали, услышали треск, выбежали. Благо у нас были огнетушители порошковые, так как водой нельзя, электричество. Мы крышу успели затушить, и здесь все успели затушить, обесточили. Жители сообщили нашей съемочной группе, что недовольны своей управляющей компанией. Мол, не помнят, когда в последний раз чистили подъезд к дому. А старое ветхое крыльцо, которое ломалось и раньше, так и норовит обрушиться под толщи снега уже в этом сезоне. И крыльцо ломалось. Лично мой муж ходил, делал заявку два или три раза. Пока что она прямо туда вниз проломилась, крыльцо. На вопросы по поводу переселения, говорят жители, представители администрации Сургутского района не отвечают. Озвучили условия, сроки переносятся, конкретики нет, сообщили собственники «Юности-5». Вот они нас спросили в конце года, 23-го, предоставить документы на квартиру в администрацию. Они уточняли, я так поняла, кто хочет деньгами забрать, кто будет квартиру ждать. Я сказала, что буду квартиру ждать. И когда у администрации какие-то уточнения спрашиваешь, никто ничего не говорит, мы ничего не знаем. Даже я спрашивала про дом, хотя мы уже как бы, ну знаем, какой дом в администрации, даже нет, мы не знаем. И на какие-то вопросы тоже не отвечают. Просто взяли ксерокопии документов и все. Съемочная группа «Сургут-24» с просьбой организовать комментарий по теме обратилась в пресс-службу администрации Сургутского района. Там нас направили к главе Солнечного, объяснив, что этот вопрос – полномочия руководителя поселения. Игорь Наумов, в свою очередь, сообщил нашему журналисту, что дело в том, что застройщик не успел сдать дом в срок. А в это здание и планировалось переселять людей с юности 5. Рассчитывали, что к концу 2023 года процесс переселения граждан с аварийного жилья начнется. Но ввиду того, что предполагаемый к приобретению на расселение многоквартирный дом не был введен в эксплуатацию, сроки были немножко перенесены. Планируем эту работу приступить и завершить уже в этом году. Согласно паспорту объекта, сдача новой многоэтажки состоится в июле 2024-го. А пока жители аварийного дома номер 5 на улице Юности вынуждены и дальше бороться с испытаниями, которые им преподносят обвешалые стены, проваливающиеся полы и протекающая крыша. Эльза Шайметова, Даниил Панков, Сергей Коликов, Денис Зонов. Специально для программы «Новости. Главные».